ЧЕКИНГ ФАЙЛ СЫСТЕМ ОН С Чёрный экран с ошибкой. Чекинг диск. Что за это такая ошибка? Откуда она появилась? Почему такое происходит? Это проверка вашего жёсткого диска на наличие ошибок. Если мы приглядимся, то у меня несколько жёстких дисков и он проверяется с помощью ЧЕКИНГ ФАЙЛ СЫСТЕМ и буква нашего жёсткого диска. В итоге он сейчас проверит наш жёсткий диск. Это возникло при внезапном отключении электричества, а возможно вы загрузились с другого жёсткого диска, допустим со второго жёсткого диска, или устанавливали операционную систему на другой жёсткий диск, а после всего этого вы загрузились с первого жёсткого диска. И в итоге у вас появился ЧЕКДИСК. ЧЕКДИСК ИС ВЕРИФИНГ ФАЙЛС. И это будет происходить какое-то время. Зависит от объёма вашего жёсткого диска. Как видите, он проверяет все жёсткие диски и исправляет его. Не бойтесь этого. Ваш жёсткий диск не в БЭТ-секторах. Это просто проверка жёсткого диска с помощью утилиты от Microsoft. Это будет проверяться какое-то время. Наберитесь терпения. Если вы хотите, вы можете нажать пробел плюс Enter. И надо просто пробел, и надо просто Enter нажать. И в итоге вы можете отменить этот процесс. Но лучше не отменяйте. Пусть он сам проверит все жёсткие диски ваши. Если какая-либо ошибка возникнет, он его просто исправит. Как видим, здесь пункты исправления. Проверяются все наши жёсткие диски. Ваши файлы не будут удалены. Он просто проверит ваш жёсткий диск. А давайте мы просто отменим. Это ведь долгое продолжительное время будет занимать. Если у вас единственный жёсткий диск, то у вас проблем не возникнет. Он очень быстро его проверит и просто продолжит. Поэтому просто ждём. До сих пор проверяет. Это 72% complete. Поэтому давайте просто нажмём пробел плюс Enter. Вот, допустим, я его нажму и пропускаю этот процесс. Но сейчас я уже не могу пропустить, потому что у нас был секундомер на начальном этапе. И я ничего не могу сделать. Он будет проверяться, пока я не отменю. У меня есть следующий жёсткий диск, который я могу проверить и нажать просто пропустить. Ведь предыдущий жёсткий диск я пропустил. Поэтому просто можем ждать, пока проверится этот жёсткий диск. А может быть мы отменим? Нет, он никак не отменяется. А Escape? Escape тоже не поможет. Поэтому при начальном загрузке можно было отменить. Но лучше пусть проверяется. Вот он уже проверил наш жёсткий диск. И второй. Вот у нас первый процесс пошёл. Уже второй процесс. После второго третий процесс. Вот у нас снизу уже третий процесс. 98. И вот он проверил наш жёсткий диск. И дальше у нас продолжается. Всё, больше жёстких дисков нет. Вот он, букву С. И я нажал Enter. Просто нажал пробел Enter. В итоге мы завершили проверку. Я не хотел ждать весь этот процесс. И в итоге всё. Наша операционная система Windows запустилась. Никаких ошибок нет. Он проверил наш жёсткий диск на наличие ошибок. При этом наша операционная система запустилась. Последние жёсткие диски не были проверены. Я это просто пропустил. Нажав пробел. Или просто пробел Enter можете нажать. Или Escape можете нажать. Но нужно отменить этот процесс. Если вам не нужно проверять. Ведь вы не хотите просто ждать. В каждом из жёстких дисков, если мы откроем локальный диск C, у нас появилась папка BootBug. Именно этот файл создался после того, как мы сделали чек-диск. Он автоматически сделал чек-диск. И в итоге мы можем этот BootBug просто удалить. Он нам не нужен. Вот таким образом проверяется ваш жёсткий диск при начальной загрузке. Операционная система Windows сам производит чек-диск. Вам ничего не приходится делать. Это возникает при внезапном отключении электричества. А также возникает при критических ошибках. Ошибках вашего жёсткого диска. Поэтому этого не стоит бояться. С вашим жёстким диском ничего не случится. Всё будет работать исправно. Просто это чек-диск. Исправление Тома на наличие ошибок. Вашего жёсткого диска. Подпишись, подпишись. Мой друг на мой канал, ты подпишись. И поставь ты мне лайк, если видео тебе понравилось. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...